Разрешите приветствовать всех участников презентации второго дома книги «Трудовая слава земле Хангаласской» и пожелать всем доброго здоровья, мирного неба и счастья. Человек славен своим трудом. Эти слова, как нельзя лучше, подходят к биографии жизненному пути всех трудовых династий, вошедших в энциклопедию «Трудовая слава земле Хангаласской». Пусть она биографическая, но в написанных статьях отражены жизнь и деятельность трудовых династий, которые вложили поистине героический труд во благо развития нашей страны и являются примером для нынешнего и будущего поколения. В трудовой истории еще много белых пятен о людях труда, об их трудовых подвигах. И наша задача – рассказать об этом нашим детям, будущим друженькам, которые, возможно, вдохновятся их отношением к труду и профессии и примут к эстафету труда. Поэтому главная цель издания данной книги, увековечения и сохранения в истории памяти о самоотверженном труде во благо своего народа, думаю, выполнена. Поскольку я являюсь представителем биографической династии Егоровых, проработала в Покровской областной многопрофильной гимназии 20 лет из 45 лет, хотелось бы сказать добрые слова о людях труда, отдающих свою силу, знания, творчество молодому поколению во благо развития и образования не только в нашем области, но и в республике. Педагогическая династия Кардашевских гимназий работает, работают педагогические семьи. И вот буквально на прошлой неделе Кардашевские презентовали книгу о династии. «Людям надо делать добро», куда вошла вся трудовая география родителей, бабушек, всех сестер и братьев, трудившихся и сейчас находящихся на трудовом посту представителей династии. Эта книга также является копилкой трудовой славы. И, думаю, станет настольной книгой для воспитания будущих поколений нашей республики. На сегодня вот уже второй том энциклопедического издания «Трудовая слава земли Хангалаской». Она будет, тоже, думаю, настольной книгой, справочником, но в то же время книгой, имеющей цель воспитать потомков на примере трудового подвига людей старшего поколения. Выражаю большую благодарность редакционной коллегии, издателям, коллективу Лусной библиотеки, Лусной администрации, родной Покровской гимназии за оценку моего труда. А всем остальным, вот какой огромный материал вы собрали, и с такой любовью и большой ответственностью, ну, все на слега написали и предоставили свои статьи. Считаю, что книга должна иметь продолжение, потому что в истории Лусной республики еще много делок пятен о людях-героях труда, о которых мы многого не знаем. Вот желаю, чтобы в дальнейшем эти книги имели продолжение. Спасибо за внимание.